Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Лебедев Антон. Мы продолжаем наш курс методы моделирования при создании лекарственных средств. И мы продолжаем наш разговор о теоретических основах органической химии. Третий модуль, часть первая. И это вторая часть данного видео. Итак, в первой части мы поговорили уже о том, что такое органическая химия. И поговорили о понятии органических соединений. Также поговорили о вопросах строения атома углерода и кремния. Поговорили о химической связи и о классификации растворителей. Итак, в этом модуле мы затронем вопросы классификации химических реакций, потихов реагентов и интермедиатов. Поговорим о теории кислот и оснований. В принципе, жестких мягких кислот и оснований. О теории граничных орбиталей Фукуи и об электронных эффектах в органических соединениях. Итак, химические реакции и реагенты. Ну, химические реакции преимущественно протекают между молекулами, между молекулами и ионами, а также между молекулами и свободными радикалами. Ключевое слово преимущественно протекают, но могут протекать, например, и между радикальными частицами. Также стоит выделить типы ионов. Ионы бывают атомные или атомарные, молекулярные, содержащие два и более атома, и радикальные, например, семихиноны или кетилы. Ну, вот есть общая схема реакции. Это какой-то реагент взаимодействует с другим реагентом. Получается продукт или несколько продуктов. Ну, эта реакция, эта схема может видоизменяться, например. Реагент может распадаться. Ну, как бы, вот ключевая схема, она такова. В органической же химии существует такое понятие, как атакующий агент. Наряду с субстратом или реагентом существует понятие атакующий агент. Ну, и на выходе мы получаем продукт или серию продуктов. Чем же субстрат отличается от атакующего агента? Субстрат – это органическое соединение, претерпевающее изменения в ходе реакции. А атакующий агент – это соединение, действующее на субстрат и приводящее к его изменению. Как же отличить субстрат от атакующего агента? Ну, во-первых, субстрат – это всегда органическое соединение. Атакующий агент – он может быть как органической, так и неорганической природы. Также атакующий агент – это, как правило, вещество менее сложного строения, чем субстрат. Вот по этим двум критериям атакующий агент можно отличить от субстрата. Давайте перейдем к следующему слайду. Ну, вот первая реакция – это образование солей, да, солей карбоновых кислот. Ну, вот взаимодействие со щелочью, ну, или здесь можно заменить каким-нибудь карбонатом или гидрокарбонатом. Да, суть от этого не меняется. В данном случае субстратом является уксусная кислота, атакующим агентом – катион калия. Да, следующая реакция – реакция бронирования бензола. Да, в данном случае органическое соединение бензол, да, и атакующая частица у нас бром-плюс, да, катион брома. На выходе получаем бром-бензол и протон. Ну, как бы здесь условия мы погружаться в частности уже не будем. И три реакция. Реакция – это рефикация, образование этилоцитата из уксусной кислоты и этилового спирта в кислой среде. Да, ну вот здесь вот, если в первых двух реакциях у нас понятие атакующий агент, да, атакующий агент в принципе виден, да, то вот в последней реакции атакующий агент, ну, здесь говорить о каком-то конкретном атакующем агенте нет причин, да, потому что и по сложности структуры, да, С2 углеродный скелет, да, и то, что оба вещества являются органическими, нам никак не выдает, что же является атакующим агентом данной реакции. Ну и здесь мы приходим опять же к условности классификации. Это условность понятия субстрата и атакующего агента. Тем не менее, для облегчения понимания хода химических реакций мы все-таки будем пользоваться этими понятиями. Существует огромное количество типов реагирующих частиц и интермедиатов. Здесь приведены основные из них, о которых мы поговорим в следующем, второй части третьего модуля. Да, но сегодня мы немножко поговорим все-таки об электрофилах и нуклеофилах. А катионы, карбонионы, свободные радикалы, карбены, нитрыны, арины, ион-радикалы мы рассмотрим все-таки в следующем, в следующей части модуля. Электрофилы. Это катионы или молекулы, которые имеют низкую по энергии свободную орбиталь и при взаимодействии принимают на нее пару электронов для образования связи. Примерами электрофилов могут выступать фактически все катионы, в том числе карбокатион. Молекулярными электрофилами являются хлорид алюминия, триоксид серы, те же самые карбокатионы. Электрофилы выступают кислотами Льюиса, выступают в качестве кислот Льюиса. О кислотах Льюиса чуть попозже. Нуклеофилы. Это анионы и молекулы, которые при взаимодействии отдают свою пару электронов для образования связи. Примерами, естественно, выступают анионы, гидроксид анион, различные остатки карбоновых кислот, цианиды, галогенито-неоны, карбонионы и так далее. Молекулярными же нуклеофилами, например, являются вода, слабый такой нуклеофил, аммиак, амины, простые эфиры. Нуклеофильное свойство нейтральных молекул обусловлено наличием свободной пары электронов. И нуклеофил в некоторых случаях является синонимом основания Льюиса. Классификация органических реакций. По механизму выделяют ионные реакции, в которых также можно подразделить на нуклеофильные и электрофильные, и радикальные реакции. Вот на данной схеме изображена энергетическая диаграмма реакции. Соответственно, здесь у нас исходные вещества или субстраты. Соответственно, на выходе у нас имеются продукты. Для того, чтобы реакция протекала, нам необходимо приложить какую-то энергию, называемую энергией активации. Здесь у нас будет первое переходное состояние, обладающее максимумом энергии. Здесь у нас будет какое-то промежуточное соединение, называемое интермедиатом. И здесь у нас будет второе переходное состояние, из которого у нас будут образовываться продукты реакции. Ну, собственно, вот то, про что я говорил на предыдущем слайде. По конечному результату выделяют реакции без изменения углеродного скелета и, соответственно, с изменением углеродного скелета. К первой группе относятся реакции замещения нуклеофильного, электрофильного, радикального характера. Реакция присоединения того же характера, нуклеофильного, электрофильного, радикального. И реакция элиминирования, протекающая с отщеплением неуглеродных атомов. Это реакции дегалогенирования, внутримолекулярной дегератации, дегидрирования и так далее. А с изменением углеродного скелета, это, например, реакции изомеризации, поликонденсации, полимеризации, циклизации, раскрытия цикла, укорачивания и удлинения цепи. Также выделяют реакции, которые не являются оксидно-восстановительными, и реакции, являющиеся оксидно-восстановительными. Так называемые редокс-реакции. Соответственно, в оксидно-восстановительных реакциях выделяют два процесса. Это окисление и восстановление. Соответственно, для окисления, окисление это процесс отдачи электронов, либо увеличение числа кислородов в молекуле, атомов кислорода в молекуле, либо уменьшение числа атомов водорода в молекуле. И все аналогично, наоборот, для восстановления. Естественно, реакция горения является окислительно-восстановительной реакцией. Переходим дальше, к примерам. Окисление, например, железа окисляется в геме, например, та же медь восстанавливается в хилатном соединении с дитартратом меди. Качественная реакция на альдегиды, реакция серебряного зеркала. Вот, собственно, окисление железа в геме может быть спровоцировано высокими концентрациями различных соединений, например, парацетамола в крови. В данном случае железо меняет степень окисления с 2+, на 3+, отдавая электрон на какой-то другой субстрат. Ну и вот реакция восстановления меди в комплексном соединении дитартрата меди и в дальнейшем выпадении осадка одновалентной меди Купром-2О, кирпично-красного цвета. Окисление, соответственно, про окисляется у нас глюкоза до глюконовой кислоты. Далее рассмотрим вопросы о теории кислот и оснований. Ну вообще, в органической химии есть две теории кислоты оснований, но мы с вами рассмотрим три. И первая теория кислоты оснований, она больше относится к неорганической химии. Это теория электролитического сванта-арениуса, где кислоты – это вещества, диссоциирующие в воде на протон и кислотный остаток, а основания – вещества, диссоциирующие в воде на катион металла и гидроксид анион. Но для органической химии такая теория не совсем годится, так как мы больше оперируем понятиями вакантных орбиталей и электронных пар. Соответственно, в 1923 году Йоханнесом Брэнстедом была предложена протеолитическая теория, точнее, теория кислоты оснований, которая говорит, что кислоты представляют собой вещества, способные отдавать протон при химических реакциях, то есть кислота диссоциирует на протон и сопряженное основание, а основание представляет собой вещества, способные присоединять протон при химических реакциях, то есть протон присоединяет основание и образует некую сопряженную кислоту. Соответственно, теория Сванта-Арениуса, она принципиальным образом отличается от теории Брэнстеда. И здесь ключевое отличие кроется в определении именно основания. Если основания по Арениусу это вещества, диссоцирующие в воде в накатион металл и гидроксида неон, то в теории Брэнстеда это вещества, представляющие собой соединение, способное акцептировать протон в химических реакциях. Вот это ключевое отличие. То есть отличие заключается именно в определении основания. Ну и еще такой момент. Теория кислоты оснований Арениуса применима только в водной среде, тогда как теория кислоты оснований Брэнстеда применима ко всем средам, в том числе и не в водном. И вот, собственно, пример теории Брэнстеда, когда у нас вода помещается в кислоту, ну или кислота помещается в воду. Таким образом у нас в качестве кислоты выступает серная, в качестве слабого основания выступает водичка. Она акцептирует протон благодаря наличию пары электронов на атоме кислорода. Соответственно, серная кислота будет терять протон, образуя сопряженное основание. Ну и реакция, естественно, обратима. Но здесь следует уточнить, что понятие кислоты оснований, оно также носит условный характер. Например, если поместить уксусную кислоту в среду серной, то в таком случае уксусная кислота будет выступать в качестве акцептора протонов, то есть основания. Кислота выступает в качестве основания. Это, опять же, такая условность классификации. Поэтому, несмотря на относительный характер, деление веществ на кислоты и основания существует. И вот в качестве такого меры деления положены кислотно-основные свойства взаимодействий в воде. То есть вода принята за своеобразный эталон для оценки кислотно-основных свойств. Соответственно, если в аналогичных условиях рассматриваемые вещества способны отдавать водород в виде протона легче, чем вода, то его следует отнести к кислотам. Соответственно, если наоборот, то следует отнести к основаниям. И еще одна теория, которой мы чаще всего будем пользоваться при моделировании, это теория кислоты оснований Льюиса. Согласно ней, атом, принимающий электронную пару, является акцептором электронов. А соединение, содержащее такой атом, относится к кислотам. К кислотам Льюиса относятся, например, молекулярные соединения. Это алюминий хлор-3, борфтор-3, сюда относятся протон и все электрофилы. Но здесь все предыдущие соединения тоже являются электрофилами, по сути. Соответственно, основание, это определение основания. Атом, предоставляющий электронную пару, является донором электронов. А соединение, содержащее такой атом, следует отнести к основаниям. Соответственно, к основаниям мы относим нуклеофилы. Есть, естественно, ионные нуклеофилы, есть молекулярные. К молекулярным можно отнести простые эфиры или амины, например, первичные. В данной реакции показана, ну это типичная такая реакция ионного характера. Здесь реакция нитрования тлуола. Соответственно, мы имеем тлуол в качестве субстрата. Катион нейтрония в качестве атакующего агента. При этом тлуол является основанием Льюиса. Катион нейтрония является кислотой Льюиса, так как предоставляет вакантную орбиталь. Ну а тлуол, соответственно, предоставляет электронную пару. Электронную пару, ну и естественно, да, понятно, что в бензольном кольце у нас есть некий избыток электронов по сравнению с катионом нейтрония. Ну а реакция притекает по механизму электрофильного замещения в ароматическом ряду. Также следует отметить, что нуклеофильность и основность, да, или электрофильность и кислотность, это не синонимы. Например, нуклеофильный характер молекулы или частицы приравнивается к проявлению основных свойств по Льюису, в то время как электрофилы проявляют кислотные свойства. Но, тем не менее, при этом не стоит путать понятия нуклеофилы или электрофила, которые не определяют силу основных и кислотных свойств. Соответственно, нуклеофильность это способность отдавать электронную пару, а основность это способность предоставлять электронную пару протону. Ну, нуклеофильность, да, предоставлять электронную пару углероду, а основность предоставлять электронную пару протону. Да, например, сила нуклеофила в протонном растворителе здесь показана у нас, да, где гидроксид анион является таким не особо сильным нуклеофилом, Он даже нуклеофилом слабее, чем иодит-анион, но тем не менее он обладает наивысшей основностью из представленных в ряду анионов и намного сильнее по основности, чем, например, иодит-анион. Далее рассмотрим принципы жестких мягких кислот оснований, теорию граничных орбиталей Фукуи и зарядовый орбитальный контроль химических реакций. Итак, сначала определение, что такое жесткие кислоты и основания. Жесткие кислоты это акцепторы электронной пары, обладающие малым размером, большим положительным зарядом, большой электроотрицательностью и низкой поляризуемостью. Молекулярная орбиталь, на которую переходит электронная пара у жестких кислот, имеет низкую энергию. Жесткие основания это доноры электронной пары с теми же самыми вышеуказанными свойствами жестких кислот. Мягкие кислоты это акцепторы электронной пары с малым положительным зарядом, большим размером, низкой электроотрицательностью и высокой поляризуемостью. Электронная орбиталь, на которую переходит электронная пара у мягких кислот, имеет высокую энергию. Мягкие основания это доноры электронной пары с теми же свойствами, что и мягкие кислоты. Здесь в свете определений жестких и мягких кислот оснований следует дать пояснение по теории граничных орбиталей Фукуи. Фукуи и Фукуи совместно с Роландом Хоффманом получили Нобелевскую премию в 1981 году за разработку теории притекания химических реакций. Итак, согласно его теории, в ионных реакциях, где участвуют электрофил и нуклеофил, наибольший вклад в образование связи вносит верхняя занятая молекулярная орбиталь лихома нуклеофила и нижняя вакантная орбиталь люма электрофила. То есть наиболее близкие по энергии именно соседние орбитали. Зарядовый и орбитальный контроль реакции. Ну что здесь нужно сказать? Зарядовый и орбитальный контроль вытекают, во-первых, из теории граничных орбиталей Фукуи, а во-вторых, вытекают из принципа жестких и мягких кислот оснований Пирсона, о котором мы чуть ниже поговорим. Ну здесь что нужно сказать? Жесткое лучше взаимодействует с жестким, мягкое лучше взаимодействует с мягким. Таким образом, в случаях, когда у нас происходит взаимодействие жесткой кислоты с жестким основанием, это обуславливает зарядовый контроль химических реакций. В случае, когда у нас реакция притекает между мягкой кислотой и мягким основанием, у нас реализуется орбитальный контроль. На следующем слайде представлены жесткие и мягкие кислоты и основания. Ну, соответственно, бензол, если задавать такой вопрос, бензол, естественно, относится к основаниям, причем либо промежуточным, либо мягким основаниям. На данном слайде изображен принцип жестких и мягких кислоты оснований Пирсона. Он гласит, что, грубо говоря, жесткое взаимодействует с жестким, мягкое взаимодействует с мягким. В первом случае, при этом, когда у нас жесткие кислоты взаимодействуют с жесткими основаниями, реакции носят преимущественно ионный характер. И в то время как при взаимодействии мягких кислот и оснований химическая связь преимущественно носит ковалентный характер. При этом жесткость и мягкость кислоты оснований не стоит путать с понятием силы кислоты оснований. Это такие вот условные понятия тех или иных химических соединений. Как мы уже говорили, жесткие кислоты характеризуются низкой поляризуемостью, малым объемом, высоким средством к электрону, а также высокой верхней, ой, извиняюсь, нижней вакантной молекулярной орбиталью и большим зарядом. Ну, соответственно, жесткое основание имеет те же характеристики, только противоположный по значению заряд и низкую верхнюю занятую молекулярную орбиталь. Также следует отметить, что при взаимодействии жестких кислот и жестких оснований реализуется большая разница в энергиях орбиталях и, следовательно, реализуется зарядовый контроль реакций. И еще раз повторюсь, что в таких реакциях приоритет отдается на образование ионных связей. В случае же мягких кислот и оснований, они имеют высокую поляризуемость, малый объем, малое сродство к электрону или малый потенциал ионизации, низкую нижнюю вакантную молекулярную орбиталью, высокую занятую молекулярную орбиталью, а также малый положительный или малый отрицательный заряд. При этом низкая разница в энергиях, в энергетическом зазоре между граничными орбиталями, она приводит к приоритету в образовании именно ковалентной связи. То есть реализуется именно орбитальный контроль реакции. То есть чем ближе друг к другу находятся орбитали, тем мы больше говорим об орбитальном контроле. Чем дальше друг от друга по энергии находится орбитали, тем мы больше говорим как раз об зарядовом контроле. Основное применение принципа жестких и мягких кислот и оснований – это предсказание направлений химических реакций и реакционной способности. Соответственно, предпочтительное связывание одноименных реагентов объясняется тем, что наиболее эффективно взаимодействие близких по энергию орбитали. Ну и на следующем слайде приведены тенденции для жестких и мягких кислот и оснований в соответствии с периодической системой химических элементов. Ну и следующий, последний момент. Мы рассмотрим вопросы, касаемые электронных эффектов в органических соединениях. Ну вообще электронный эффект – это смещение электронной плотности в молекуле под влиянием отдельных атомов, заместителей или групп. И выделяют положительный и отрицательный электронный эффект. Положительный вызван смещением электронов в сторону атома углерода, а отрицательный эффект вызван смещением электронов от атома углерода. Ну и, соответственно, электронный эффект может быть индуктивным или мезомерным. Ну, сначала мы рассмотрим индуктивный эффект. Он реализуется через смещение электронной плотности по цепочке сигма-связи и обозначается буковкой И. Соответственно, индуктивный эффект передается затуханием, так как сигма-связи, да, он передается по сигма-связям, по жестким таким линейным, да, линейным связям, что объясняется малой подвижностью электронов сигма-связи, да, логично, да, то есть, ну, куда они могут убежать, да, в отличие, например, от пи-электронов, которые могут долокализоваться на молекуле. Соответственно, выделяют положительный и отрицательный индуктивный эффект. Положительным обладают, например, ну, алкоголяты, да, кислород, минус, да, в алкоголятах, алкильные радикалы, а также магний и литий в соответствующих элементах органических соединениях. Отрицательным индуктивным эффектом обладают атомы галогенов, гидроксильная, сулергидрильная группа, аминогруппа, нитрогруппа, карбонильная группа, карбоксильная группа, ну и ряд других. Часто также следует, ну, нам также следует упомянуть так называемый эффект поля, который часто сопровождает индуктивный эффект. Так как направления действия эффекта поля, индуктивного эффекта, они обычно друг с другом совпадают. Эффект поля, он действует уже не через сигма-связи, а непосредственно через пространство или молекулы растворителя. Ну и вот здесь вот внизу изображена молекула хлораминэтана, да, хлораминэтана. Вот в молекуле хлораминэтана или хлорэтиленамин электронно-акцепторный атом хлора оттягивает на себя электронную пару, да, электронную плотность от атомов углерода и азота за счет отрицательного индуктивного эффекта. В то же время за счет этого на атомах углерода создаются частичные положительные заряды и образуется так называемый диполь. Что за счет, это вот за счет электростатических сил дополнительно оттягивает пару электронов от атома азота, да, ну, частичный положительный заряд, логично, что будет притягивать электроны, которые имеют отрицательный заряд. Тем самым и в первом и во втором случае снижается основность аминогруппы, то есть снижается сродство к протону, да, основность это у нас сродство к протону, способность предоставлять пару электронов для протона, то есть катионоводорода. Безомерный эффект реализуется через смещение электронов под спочки Пи-связи и обозначается он буковкой М. Этот эффект проявляется или передается без затухания, так как Пи-электроны, они более подвижны, да, ну, вспоминаем, что такое сигма-связь и Пи-связь, о которой мы говорили в прошлом видео. Да, Пи-связь, она образуется за счет бокового перекрывания сверху и снизу, негибридизованных П-орбиталей, да, на атоме углерода. Соответственно, такие электроны, которые находятся, вот, так сказать, вне плоскости сигма-связи, они более подвижны, да, они, ну, более способны, да, к образованию, например, каких-то систем сопряжения. Положительным мезомерным эффектом обладают, ну, вот, кислород зарядом минус, да, гидроксид, гидроксильная группа, оксиалкильная группа, аминогруппа, также атомы галогена, галогенов, но при этом индуктивный эффект у них намного более, чем мезомерный отрицательный. Ну, и отрицательный мезомерный эффект им обладают нитрогруппа, цианогруппа, да, карбонильная группа, карбоксильная группа, сложная эфирная группа, сульфогруппа и так далее. Ну, вообще, да, как понять, какая группа каким эффектом обладает? Вот, смотрите, если у нас имеется только один электроотрицательный атом, который непосредственно связан с атомом углерода, то, скорее всего, такой эффект будет иметь положительный мезомерный характер, да, в то время как если у нас углерод связан с электроотрицательным атомом, который связан с другим электроотрицательным атомом, либо через углерод связан с углеродом, который связан с другим электроотрицательным атомом, да, то в этом случае у нас будет отрицательный мезомерный эффект. То есть, группы для мезомерного эффекта, они, как правило, более комплексные, чем группы, обладающие положительным мезомерным эффектом. Также следует отметить, что оценивая суммарный эффект атома или группы атомов, выделяют электрон-донорные и электрон-акцепторные группы. Ну и, как я уже упомянул, у галогенов наблюдается отрицательный индуктивный эффект, то есть, они оттягивают на себя электронную пару от атома углерода. Но при этом, если они находятся в какой-то системе сопряжения, то они обладают положительным мезомерным эффектом. Но так как индуктивный эффект у них намного больше, чем мезомерный, то галогены являются электрон-акцепторами. Ну и на следующем слайде приведены основные электрон-донорные и электрон-акцепторные группировки. Ну это такая справочная информация. Ну в принципе, как бы химик, он должен этой информацией даже владеть, не пользуясь этой таблицей. Это такие вот фундаментальные основы органической химии. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. А мы встретимся во второй части третьего модуля в следующем видео. Всего доброго. До свидания.